Я сделал уже Вадиму предложение, сделать дружескую дуэль в жиме лёжих. Естественно мы лучше, да? Конечно. Мы естественно позжмём больше. Если мы не позжмём больше, то мы вернёмся и через пару дуэлок позжмём всё равно. Всё равно и больше. Я собираюсь позвать больше, чем он. Что тут 20? Там темно. Тоже 20 минут. Да он сейчас сядет, давай снимаем. Конечно, конечно, дадим. Вы снимите, что? Лёня, выше, побольше. Так, ну и поехал. Осторожней, Лёня. Опа. Лёня. О, это просто классно. Кайфец. Владимир. Давайте поставим на место штангечку. Нет, я хочу ещё сделать минут 10. Ага. Минут 10? Ага. Ваня от Лёня. Отлично. Я как будто сейчас нахожусь... Где? ...зовоём автобуса Экаруса. Ах, так тяжело вам, Лёня? Или просто так приятно? О, это просто классно. Давайте поставьте. Давайте, Владимир. Давайте, Владимир поставьте. Молодец. Я думаю, можно больше. Ну что, сейчас мы выясним, кто лучше делает жим лёжа с весом 120 кг. Мастер спорта по жиму лёжа, или всё-таки мастер спорта по классическому бодибилдингу. Кто из нас круче? Смотрите. Мастер спорта по классическому бодибилдингу. Мастер спорта по классическому бодибилдингу оказалось. И в такие лучше жмёт, чем чемпион по классике. Но я всё равно удовольствием посоревнуюсь с ним в других дисциплинах. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что Владимир со мной будет по бодибилдингу тягаться. Но если он захочет поприседать со штангой, или кто больше поднимет штангу на бицепс, или кто пожмёт больше вес сидя, допустим, жим гантелей сидя, я с удовольствием, и я думаю, тут шансов у меня будет гораздо больше, потому что именно в этих движениях я тренировался гораздо больше. Мастер спорта по классике.